Распространено мнение, что на уловки мошенников ведутся люди без критического мышления. А еще пожилые и незнакомые с типичными схемами обмана. Но это не так, убеждены специалисты. Среднюю портрета потерпевшего я не могу нарисовать, потому что обманывают всех. То есть возрастные категории разные от молодых до очень пожилых. И значит люди могут работать кем угодно. Мошенники используют самые разнообразные схемы. От поступления звонка до полностью дистанционной кражи без участия потерпевшего. Раскрытие подобных преступлений этим и осложнено, что все происходит удаленно. Преступник, находясь за много километров, под различным предлогом обманывает человека и заставляет его перевести деньги на счет. И все. Чаще всего счет принадлежит третьему лицу, который переводит деньги дальше. Таким образом, пока оперативники доберутся до конечного получателя, средства уже обналичены. Способы, еще раз говорю, разнообразные. Они придумывают их. То есть эти способы можно перечислять до вечера. Самое главное, еще раз говорю, для граждан не сообщать данные свои ни под каким предлогом и никому. Если вы человека не видите, он вам звонит по телефону, нельзя ему ничего сообщить. А лучше всего прекратить разговор. Вот и все. Часть опрошенных нами уральцев действительно проявляют длительность и не ведутся на уловки мошенников. Я не беру телефоны, поэтому не спрашиваю. Сначала брала, сейчас уже не беру с незнакомых номеров, поэтому уже давно не общалась. А я не беру с незнакомых. Нет, мы сбросили.